Добрый вечер, в эфире Вести. Карачао-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Не выезжая за пределы региона, они получат квалифицированную помощь. Для детей с ограниченными возможностями здоровья открыли стационар. Цифровая экономика, модели и прогнозы в рамках визита в республику экс-президент Киргизи Аскар Акаев прочитал лекцию студентам и пообщался с ними. Движение первых 18-й гимназии Черкеска состоялось в посвящении учащихся во Всероссийское общество. Чем будут заниматься школьники, члены их движения. Мастер-класс для юных борцов Аула Козыл-Октябрь провел именитый ингушкин спортсмен-серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Калой Картоев. В Черкесске торжественно открыли первое стационарное отделение реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Росинка. Теперь у родителей есть возможность, не выезжая из республики, помочь пройти профессиональное лечение своим детям. Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. В соответствии с поручением главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, в республике торжественно открыли первое стационарное отделение реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Росинка. Теперь дети будут проходить лечение и восстановление организма в комфортных условиях с двухнедельным проживанием. Одновременно в стационаре смогут находиться 20 детей и 20 сопровождающих их взрослых. Центр оборудован великолепно. Все, что нужно здесь для работы и сейчас для внедрения реабилитационных программ уже есть и будет развиваться дальше. Я от всей души желаю нашим родителям и их деткам, чтобы они смогли достичь задачи по оздоровлению, по выздоровлению или по оздоровлению, где это возможно. И в этом направлении мы изо всех сил будем помогать. И работу эту будущее будет осуществлять Министерство труда совместно с Министерством здравоохранения. В нашей республике создаются условия, чтобы семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья могли получать доступную и качественную социальную помощь. Благодаря опеке соцработников, ребята с ОВЗ получают полезные навыки, поддержку и заботу. Родители замечают положительную динамику в лечении своих детей. Представители правительства республики обсудили с родителями детей с ОВЗ социально значимые вопросы в неформальной теплой обстановке. Помогает нам здесь очень хорошо. У нас и рука стала лучше работать, и нога стала лучше работать. Спасибо всем здесь, кто с нашими детками занимается. Мы очень довольны всем. Весь персонал очень верливый, приветливый. Мы рады, что мы второй курс только проходим. Рады, что мы здесь находимся. Мы очень благодарны. Я очень благодарна этому центру. Девочкам, кстати, очень хорошо. При Росинке функционирует домашний микрореабилитационный центр для восстановления на дому детей инвалидов. Данный проект получил грантовую поддержку на федеральном уровне, за счет чего приобретено оборудование на 4,5 миллионов рублей. В перечень вошли программно-аппаратные комплексы, ходунки, тренажеры, ортопедические велосипеды, средства альтернативной и дополнительной коммуникации, электронные устройства, развивающие оборудование, приспособления для лечебной физкультуры. Было решено совместно с Минздравом в будущем как можно быстрее упростить вопрос сбора документов для получения направления в лечебное учреждение. Альбина Курочинова-Кенжева, Вести, Карачаево-Черкесия. До 2025 года в Карачаево-Черкесии будут заменены все лифты в многоквартирных жилых домах, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Работы будут проводиться по региональной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов». В текущем году замена лифтового оборудования в рамках данной программы будет проведена в шести многоквартирных домах, которые расположены в Черкесске и Усть-Жигуте. Цифровая экономика моделей прогноза – это темы публичной лекции, с которой в Северокавказской государственной академии выступил профессор МГУ, доктор физико-математических наук Аскара Каев. На встрече со студентами и преподавательским составом нашего вуза первый президент независимой Киргизии, ученый и политик с мировым именем Аскара Каев, говорил не только о науке, но и о том, насколько важно согласие в межнациональных отношениях, как консолидирующая сила для созидания развития экономики и общества. Ахмат Халкечев продолжит. В большой аудитории Северокавказской государственной академии собрались в основном студенты и преподаватели институтов экономики и управления из цифровых технологий. Однако послушать академика пришли и студенты непрофильных факультетов. Как объясняют сами молодые люди, не совсем логичный, на первый взгляд, интерес обусловлен тем, что темы лекции и прогнозы профессора Аскара Акаевича актуальны для всех. Будет цифровая экономика, в которой ключевую роль будут играть уже интеллектуальные машины, машины, то есть это компьютеры, роботы с элементами искусственного интеллекта, а они начнут забирать работу у среднего класса прежде всего. То есть если до сих пор автоматизация, она помогала людям, забирая тяжелый физический труд, мы радовались. Уже многие в банках, в разных учреждениях теряют работу, потому что их забирают потихоньку компьютеры, умные роботы. Есть целые заводы, где работают одни роботы, управляют компьютерами. Хоть и прогнозы академика Акаева не совсем позитивные, но студентов и будущих его коллег они не сильно расстроили. Тем более и сам Аскар Акаевич в конце своего тезиса отметил, что на смену профессий, которые у людей отберут умные машины, обязательно возникнут новые. Как и сказал Аскар Акаевич, я повторю его слова, то есть я с ним полностью согласен. Спустя 30-50 лет многие профессии исчезнут. Просто образованный человек, обладающий компетенциями, в любом случае найдет себе работу, он не останется ни у дела. Участникам встречи Аскар Акаев также поведал о том, как он ушел из науки в политику, об интересных моментах эпохи Горбасевской перестройки и о том, почему, на его взгляд, наша страна и наша республика уверенно стоят на пути социального и экономического развития. Крайне важным фактором роста нашего региона, как самостоятельного субъекта России, он назвал крепко спаянную дружбу наших народов. Республика наша не чужая для него. Он знает народы Карачаева, Черкесии, много друзей. И, наверное, за последнее время это такой один из самых ярких представителей науки, который посетил нашу республику и пообщался, выступил перед студентами Зерокавказской государственной академии. В завершении встречи ректор Зерокавказской государственной академии Руслан Качкаров поблагодарил Аскара Акаева за оказанную честь. Также выразил надежду на еще более тесное сотрудничество между ВУЗами. Ахмат Халкесчев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 7 градусов мороза, в горах до минус 13, а днем до плюс 7 и местами минус 3, плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 5 градусов мороза, а днем до 5 тепла. Субтитры делал DimaTorzok Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии из Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, 2Б, 2-й этаж. 8 952 836 47 03 Продолжаем выпуск. 18-й гимназии Черкеска прошло торжественное мероприятие, посвященное учащимся в движении первых. Это делается для того, чтобы участники движения действовали как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Уважали особенности каждого участника движения, создавая пространство равных возможностей. Кроме того, важно патриотическое воспитание участники движения, являясь новыми поколениями многонационального и многоконфессионального народа России. Уважали культуру, традиции, обычаи и веру друг друга. Также школьники будут более углубленно вникать в историческую память. Участники движения изучают, знают и защищают историю России, противостоят любым попыткам ее искажения и очернения. Берегут память о защитниках Отечества. Я вас хочу всех поздравить с этим замечательным днем, со вступлением. Это, несомненно, патриотичное движение, которое поможет вам развиваться правильно, становиться сильнее, умнее и мудрее. Я вам пожелаю всего хорошего, хороших оценок и, самое главное, здоровья. Это новое движение, которое объединяет в себе все, что было ранее. Это движение детей и молодежи. Конечно, говорить о том, что будущего в этом, ну какое будущее в этом движении, насколько наши дети будут заинтересованы в этом движении, это, конечно, покажет время. По крайней мере, сейчас мы видим, насколько инициативно ребята отреагировали, насколько они проявили желание вступить в это движение. И я, как руководитель, конечно, должна была поддержать этих ребят. Самое главное сейчас для нас – это создать такие условия нашим детям, чтобы они реализовали все свои возможности, все свои способности, чтобы они у себя, может быть, обнаружили какие-то новые таланты для того, чтобы себя показать. Именитый индгушский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Калой Картоев, известный в Турции под именем Селим Яшар, провел мастер-класс для юных ворцов Козелоктября Зеленчукского района. Также жители аула подарили ему лошадь карачаевской породы и вручили документ почетного гражданина Аула Козелоктябрь. На мастер-классе известного спортсмена побывал Альхан Лепшоков. Обучать спортсмена разнообразным тактическим приемам и наглядно показывать, чтобы дети могли усвоить и применить все это в схватке. Серебряный призер Олимпийских игр, российский и турецкий борец вольного стиля Калой Картоев, известный в Турции как Селим Яшар, провел весьма увлекательный мастер-класс для юных спортсменов Аула Козелоктябрь. Ингушский спортсмен рассказал молодым ребятам, как необходимо проводить тот или иной прием, чтобы одержать победу в схватке. Прошел. Он выкидывает, я не выкинул. А большинство так делает. Я прошел. Он выкидывает, но он уходит сюда. Наобратно дает. Падали? Дети с особым интересом наблюдали и старались запомнить все тонкости, особенности каждого приема. Он объясняет нам доступно и особенно приятно, что мы можем своими глазами увидеть мастерство этого известного на весь мир спортсмена, отмечают юные борцы из Аула Козелоктябрь. Этот мастер-класс очень нам поможет всем. Мы будем работать над всеми его приемами. Будем смотреть все детали. И этот мастер-класс нам понадобится на соревновании. Он показал очень много хороших приемов. Внимательно за мастер-классом наблюдали и наставники юных спортсменов, а также главный тренер сборной Карачева-Черкесии по вольной борьбе Алибек Акбаев. Он подчеркнул, что наблюдая за такими именитыми спортсменами, как Калой Картоев, молодежь будет стремиться развиваться и достигать высоких результатов. Это очень важно для детей. Приехал к нам гость Калой Картоев, заслуженный мастер спорта, призерарь и бисерки игр. Вот он приехал, показал свои коронные приемы, поделился своим жизненным опытом, пообщался с детьми. Они получили очень большой опыт. И надо почаще делать вот такие мастер-классы. Благодарность за проведенный мастер-класс от лица жителей Аула Кызыл-Октябрь глава администрации Эмир Эркенов подарил ингушскому спортсмену черного скакуна карачаевской породы бурку и документ почетного гражданина Аула Кызыл-Октябрь. В свою очередь серебряный призер Олимпийских игр Калой Картоев поблагодарил всех за оказанный теплый прием и подчеркнул, что братские связи между ингушским и карачаевскими народами всегда будут крепки. Я по себе знаю мастер-класс, или когда приезжают именитые спортсмены, в зал к детям. Это большой стимул для них, для дальнейших тренировок, для достижения своей цели. Поэтому, когда меня приглашают в тот или иной зал, чтобы показать детям, поделиться опытом, я это делаю с удовольствием. Сегодня тоже сделали мастер-класс, показали детям пару приемов, дали пару советов, пофоткались. Я думаю, от этого будет польза, и для детей, и для этого села, для подрастающего поколения. После для желанного гостя жителями аула был организован курмалык угощения, где ингушскому спортсмену вручили и другие ценные подарки. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Это все в Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова